Здравствуйте, вы смотрите программу Саратов Сегодня, студии Екатерина Игнатьева и смотрите выпуски. Два года до взлета чиновники, инвесторы и подрядчики обсудили в строительство будущего аэропорта в Соборовке. Изумрудный детский сад в поселке Юбилейной открылось уникальное дошкольное учреждение. А за ним медведи на стене Макпеде в Саратовском цирке выступит знаменитая династия Филатова. Экстренное родительское собрание, его провели в Балаковской школе номер 7. Главной темой стала недавняя ЧП, взбудоражившая всех жителей области. Местная уборщица могла заразить туберкулезом. Как назначение в документах принимают участие специалистов высшего звена. Ничего не кашляло, ничего не было. Ничего не было нормально, как мы все. Никто даже не думал. И вообще вот непонятно как. Она лежала в сентябре в больнице, в декабре лежала в больнице. Никто не выявил, что она больная. Как это так резко ей распространили, что она туберкулезно больная. Ну, как считают специалисты, что инфицирование вообще населения достаточно высокое. В целом, туберкулезом. Ну, то есть в одном случае это проявляется, а в другом случае нет. Поэтому, может быть, виражи различные. Поэтому, в данном случае я не смогу вам ответить по конкретным детям. Ни у одного из них не поставлен диагноз туберкулеза. Ни у одного. Сразу вы простились с Юрием Зеленским. Сегодня в здании областного центробанка прошла гражданская панихида по Юрию Борисовичу Зеленскому, бывшему руководителю управления. Проститься приехали близкие коллеги, друзья, среди которых вся политическая элита региона. В троарной церемонии приняли участие губернатор Валерий Радаев, члены регионального правительства, депутат Государственной думы Ольга Баталина, глава города Олег Грищенко и многие другие. Прощание проходило в самом здании центробанка, где по просьбе родственников журналистов попросили не снимать. Бывший начальник Центрального банка Российской Федерации по Саратовской области, доктор экономических наук, профессор, скончался 27 мая на 68-м году жизни. У Юрия Борисовича остались жена и взрослый сын. Новый аэропорт Саратова должны построить до октября 2017 года. Строительство масштабного комплекса отсудили чиновники, инвесторы и подрядчики на заседании в правительстве. Стоит отметить, что будущий аэропорт рассчитан на миллион пассажиров в год. Роман Стракалов расскажет подробнее. И терминал в 23 тысячи квадратных метров. И яркая надпись «Саратов» под крышей. Так, согласно утвержденному проекту, будет выглядеть аэропорт Центральный в селе Собуровка. Но до идеала пока далеко. Строительство большинства объектов еще даже не приступали. На специальном встречении в правительстве Саратовской области инвесторы, представители власти, подрядчики обсуждают текущий ход работ. К будущему аэропорты уже подвели электричество, проложили патрульную дорогу, установили ограждения. И самое главное, уложили нижний слой взлетно-посадочной полосы. Ее протяженность 3 километра. Эти характеристики уже серьезно превосходят параметры действующего аэропорта. Мы максимум, что могли принять по старой взлетно-посадочной полосе, это 1-3-3 километра максимум. Сейчас мы можем принимать все типы широких взлетно-посадочных самолетов. Даже «Боинг-747» собрали ничего. Общая стоимость проекта 21 миллиард рублей. Финансирование идет с трех сторон. Из федерального бюджета, областного и средства инвесторов. За счет средств федерального бюджета предполагается выполнить работы по справеднику взлетно-посадочной полосы. Размером 3000 на 45 метров. Привлона рулежных дорожек, контроль неиспеческого пункта, аварийно-посадочной станции, установка светосигнального оборудования и метеооборудования. За счет средств инвестора предполагается строительство служебно-технических территорий, копийца зданий и сооружений, в том числе аэровокзала, административно-производственных и технологических зданий и сооружений. Обувь, в свою очередь, берет на себя затраты по подведению коммуникации и прокладке дорог. Последним уделяется особое внимание. На первоначальном этапе проектирования аэропорта планировалось, что регистрировать пассажиров будут в старом аэропорту, после чего везти в Соборовку. Такие неудобства были связаны с отсутствием инвестора. Теперь инвесторы есть. Им выступил ползинг аэропорта регионов. И предложил, чтобы пассажиры без проблем могли добраться от Саратова до Соборовки, будут построены две дороги – северный и южный подход. Южную дорогу проложит первый, и на начальном этапе она будет состоять из двух полос. Позже ее расширят до четырех. Инвестор готов приступить к реализации данного проекта при синхронизации всех трех сторон. В настоящий момент строительство нового аэропорта – приостановленная причина расторжения договора с генподрядчиком, а именно акционерным обществом «Болгомост». Связано это с корректировкой проекта. Требует дополнительного времени, и это обстоятельство может создать определенные неудобства для инвесторов. Когда это распространено? Проподолжение нужно будет отбирать конкурс, выбрать подрядчиками. Когда приступит к работе? При этом участники совещания отмечают, что подобные мероприятия могут повлиять на общие сроки реализации проекта, который планировалось завершить в октябре 2017 года. Для того, чтобы новый аэропорт к намеченному сроку принял первых пассажиров, необходимо синхронизировать действия всех заинтересованных сторон. Екатерина Сграничная, Роман Стрекалов, Дмитрий Секолов, Саратов-24. Останутся зимоваться без управления и тепла. 738 многоквартирных домов Саратова могут не успеть подготовиться к топительному сезону. Это связано с тем, что часть управляющих компаний не смогла получить лицензию и была вынуждена уйти с коммунального рынка. Проблему бесплодных домов обсудили на пресс-конференции с участием администрации города и поставщиков ресурсов. Участники встречи пришли к общему мнению, что основной проблемой является подготовка этих домов к топительному сезону. При этом подача коммунальных услуг, газа, воды и электричества будет осуществляться в штатном режиме. Плату за них можно перечислять напрямую поставщикам. Кроме того, отсутствие управления скажется на уборке подъездов и дворов и проведении текущего ремонта. Спасти свое жилье власти предлагают жителям самостоятельно. Если жители хотят эту ситуацию исправить, то надо срочно собираться обратно. Если они не хотят, то в течение месяца они будут при этом фонду абсолютно лучшую продажу компаний. Жителям многоквартирных домов, оставшимся без управления, следует и торопиться в выборе управляющей компании. Насколько подготовка к топ-сезону начнется летом. Те же, кто не сможет определиться самостоятельно, получат новую УК по конкурсу, который проведет администрация города. Самый большой детский сад Саратова появился в микрорайоне Изумрудной. Пока новостройки еще только заселяются, а в современном дошкольном учреждении уже все готово к приему первых воспитанников. Как, несмотря на кризис, удалось реализовать столь масштабный проект, смотрите далее. Впервые привели в детский сад младшую дочку. Семья Даниловых в микрорайон Изумрудной переехала совсем недавно. Даже не ожидали, что так быстро решат не только квартирный вопрос, но и социальный. Большой праздник, конечно. Самый маленький участник этого процесса. Радости, полные глаза и счастья. Для всей нашей семьи, конечно, открытие садика очень своевременно и очень здорово. Микрорайон еще не заселен полностью, а инфраструктура уже начала обретать очертания. Детский сад стал первым с данным объектом. Так и называется Изумрудный город. Две секции рассчитаны на 14 групп и уже приняли первых воспитанников. Представители власти особо отмечают, что подарить строящимся району детский сад удалось благодаря сотрудничеству с бизнесом. Такой проект, он впервые практиковался. Мы используем все формы подхода и учитывая, что бизнес, он социально ответственный, не дожидаясь ресурсов за свои возможности, построив детское учреждение. И мы через механизм уже государственного финансирования приобретаем это учреждение, собственность муниципальность. Впрочем, это еще и самый большой детский сад в Саратове. Учреждение рассчитано на 320 мест и строилось в рамках государственной программы по развитию сети дошкольного образования в регионе. Качество жизни будущих воспитанников сада оценил и депутат Государственной Думы. Хорошее оборудование, хорошая столовая, хороший сам коллектив. Поэтому всего вам всем хорошего, счастья, здоровья и пускай всегда смеются дети. На строительство потратили более 200 миллионов рублей. Финансирование проекта приняли участие как федеральный, так и местный бюджет. Особая роль досталась муниципалитету. Благодаря городу в детсаду появились инвентарь и мягкие игрушки. Здесь уже нашли себе работу 35 профессиональных педагогов. Но по мнению чиновников, в жизни изумрудного города должны активно участвовать также мамы и папы. Родители тоже должны подключаться к этому процессу и помогать воспитателям, которые занимаются детьми в таких дворцах, воспитания своих детей. До конца этого года в Саратове планируют отремонтировать 7 детсадов и ввести в эксплуатацию 3 новых дошкольных учреждения. Но самая амбициозная задача – оставить очередность детсады в прошлом. Светлана Попова, Юрий Роганов, Олег Бирюков, Саратов-24. Светлана Попова, Юрий Роганов, Олег Бирюков, Саратов-24. Который в той или иной степени ведется на всех уровнях. Еще одним видом нефинансовой поддержки перспективного бизнеса в регионе был назван конкурс «Волжский Меркурий». Торгово-промышленная палата проводит его уже в седьмой раз. В этом году жюри выбрало лучших 10 номинаций, которые охватывают весь спектр предпринимательской деятельности. Поэзия как реабилитация, стихи детей с ограниченными возможностями. Вышли в сборнике «Мы верим в вас». В областном доме работников искусств прошла презентация необычной книги. В ее создании участвовали дети с различными заболеваниями. Все они проходят лечение в реабилитационных центрах или находятся на домашнем обучении. Но на презентацию приехали даже из отдаленных районов. По словам состоителей, книга помогает приобщиться к судьбам особенных детей. Чтобы поздравить маленьких стихотворцев с первыми публикациями, был организован концерт, где их ровесники выступили с танцами и театральными постановками. Также авторам вручили именные экземпляры особенного издания. Книга разделена на несколько глав, в которых начинающих поэтов и поэтесс распределили под возрастом и тематикой. Но практически в каждом блоке есть стихотворение «Мама». Мне кажется, любви в себе, они должны идти из души. Мама, она есть мама. Мама, ты самый родной человек. Человек, который себя родил на этот свет, помог тебе вырасти, воспитать. Я очень люблю свою маму, не так уж на это делать. Хотя я каждый день об этом говорю. Сборник выпустили в рамках проекта «Колейдоскоп Доброты». Состоители надеются, что в будущем проект будет развиваться активнее и поможет особенным детям стать более открытыми и почувствовать себя равными среди сверстников. Легендарный цирк Филатовых приехал на гастроли в Саратов. На манеже появится уже пятое поколение знаменитых дрессировщиков, а также около 80 их подопечных. Зрители увидят не только медведей, но и дикобразов, верблюдов и даже пеликанов. Стоит отметить, что такое разнообразие животных можно увидеть и не в каждом зоопарке. В Саратов трубы приезжает не в первый раз, однако новая программа существенно отличается от прежней. На предпремьерном показе бывала Влада Черняева. Трюк, который до сих пор не повторил никто в мире. Обучить медведей держать равновесие и в то же время крутить педали смогла лишь и великая цирковая династия Филатовых. На постановку номера с велосипедом, по их словам, уходит 2-3 года ежедневных репетиций. Сегодня на саратовском манеже уже пятое поколение знаменитых дрессировщиков. Покоряя Саратов новой программой приведет с собой более 80 подопечных, не только медведей, но и диковразов, верблюдов, лам, голубей, пеликанов и собак. Но все же главноктям делают незыблемую русскую классику бурого лесного артиста. Уникальный медвежий циркс искал поистине всемирное признание. Действительно очень умное животное и очень много схожие с какими-то человеческими возможностями, поэтому можно очень много от него добиться, а то то медвежием. Брессура именно наша. Брессура не состоит в том, что мы всех медведей сначала проводим общий такой курс в брессуру и смотрим кто на что гораст. Кто-то на передних лапах, кто-то на задних, кто-то кататься на велосипеде. Это хищник, его заставить, что-то, что он не хочет, вы никогда не заставите. То есть нужно под него подстраиваться, смотреть, то есть в какое-то настроение. Но есть одна медведица, ее в группе прозвали Малышка. Она одна из самых контактных и общительных животных. Дрессировщик Александр Пилатов, любя называют ее своей в доску. Убывала с ним на высоких интервью в ресторане и даже ездила в багажнике авто. Сегодня Малышку поставили на роликовые коньки. На арене Саратовского цирка генеральная репетиция. Уже завтра состоится премьера. Помимо искусства, дрессы и артисты покажут зрителям воздушную акробатику, пленаду, калибристику и даже иллюзионное шоу. Влада Чернева, Александр Бачков, «Караты-24». И на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире. Генеральный слон запуск новостей «Онфон-2». Субтитры создавал авто, «Онфон-2». Репетиции «Онфон-2» и «Онфон-2». Субтитры создавал DimaTorzok